Яблоко признания. 28 ноября 2019 года, 17.55. Сергей Аксенов журналист, политолог, писатель российских парламентариев можно поздравить с важной победой. Американская компания Apple подчинилась требованиям нашего законодательства и устранила географические ошибки в своих приложениях «Карты и погода». Полуостров Крым теперь отмечен там как часть России. Как оно есть на самом деле, так и отмечен. Точка. Также по теме. Apple устранила претензии Госдумы по указанию Крымов в своих сервисах глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о полном устранении компании. Apple. Политическое значение этого факта переоценить трудно. Не то чтобы Москве очень уж нужно признание и западом российского Крыма, но для порядка, пожалуй, да, нужно. Видимо, поэтому вести переговоры со строптивцами из Кремниевой долины было доверено представителям как правящей партии, так и думской оппозиции. Взвешенное решение спикера Володина – дело это общее. Сообщение о капитуляции американцев от главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева прозвучало прямо по-военному. Сегодня они, представители компании Apple RT, доложили, что это, будем считать, ошибка устранена. «Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», – отчитался депутат. Что же, вслед за военной операцией в 2014 году, блестяще реализованной по инициативе президента, последовала не менее блестящая политическая операция по доведению до мира новых реалий. «Крым.реалии», так, кажется, называется подразделение Рупарага с департамента США, радиостанции «Свобода», пишущая «Жизнь на полуострове». Ну так вот вам реалии. «Undest end?» Переговоры с российским подразделением Apple вели с депутатами аж с весны. В части приложения карты американцы прогнулись почти сразу, а вот с погодой тянули. Видимо, пытались сохранить лицо. Им позволили. Хотя по российскому закону ошибки компании и являются уголовным преступлением, наша сторона действовала методом убеждения, а не давления. Убедили. Значит, нашли аргументы. По словам второго участника переговоров, Леонида Левина, этим шагом Apple продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке. Логично, ведь до этого подобный благоразумный шаг сделал конкурент. Apple. Google. Откройте их карты. У кого? Android. Жирная линия государственной границы отделяет Крым от Херсонской области. Впрочем, такое поведение вполне укладывается во все более заметный тренд признания новой крымской реальности. Если помните, Госудума развернула кампанию по этому вопросу сразу после воссоединения полуострова с Россией. В мае 2015 года председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сумел убедить французских сенаторов лично посетить Крым и рассказать в Европе, как обстоят дела на самом деле. И они не струсили и приехали, несмотря на колоссальное давление США. США следует смириться с судьбой Черноморского полуострова, пишет Свежий. Напоминая, что Россия защищала и защитила Крым в ходе нескольких войн и никогда его не отдаст. А вот в Киеве, кажется, ничего не читают. Там упорно надеются, что смогут продавать Вашингтону русофобию вечно. Тим Гоши было разочарование от решения. Apple. Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка. Его плач в сети звучит вполне натурально. А отчаянный совет американской компании «Не лезть в политику» по-прежнему выдает ничем не обоснованный опломб мировой периферии. На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах. Apple. Глава МИД Украины Вадим Пристайка подверг критике компанию. Apple. Которая в приложении на территории России начала отображать Крым и настолько периферии, что на Украине даже нет своего незалежного представительства. Apple. В то время как российский филиал принес американцам в 2018 году 3 миллиарда долларов выручки. Не сказать, что очень уж много для компании с капитализацией под триллион долларов, но достаточно, чтобы сделать в случае с Крымом верный выбор. Кстати, громадная капитализация. Apple. Делает ее крепким орешком для национально ориентированных политиков. Принудить ее к чему-либо против ее воли непросто. Так, попытка Трампа заставить компанию перенести производство iPhone из Китая в США успехом не увенчалась. Напротив, там объявили, что будут собирать гаджеты не только в КНР, но и в Индии. В отличие от американского Джекера Трампа, нашему Володину удалось дожать Тима Кука. Видимо, в Apple рассчитывают на рост прибыли на российском рынке. А ради прибыли, как учили классики марксизма, капитал готов пойти на многое, если не на все. Даже на исполнение требований локального законодательства. Особенно, если речь идет о России, с которой сейчас о шутке плохи. Так что заверения специалистов о том, что требования закона предустанавливать на иностранные гаджеты российское программное обеспечение обязательно приведет к уходу Apple. С нашего рынка, так как компания якобы никогда не пойдет на отмену своих принципов, могут оказаться несостоятельными. Все когда-то меняются. Судя по истории с Крымом, даже принципы Apple могут быть пересмотрены. Означает ли это, что дело сделано и Россией можно почивать на лаврах? Конечно, нет. В бочку крымского меда Запад предсказуемо бросил ложку дегтя. Баба-яга против. Да, действительно, Крым в приложениях Apple отображается как российский, но только на территории России. А вот в других регионах мира полуостров обозначен как спорная территория, радуется подлинка ВВС. Так что нашим депутатам предстоит теперь поработать и с остальным миром. Справиться должны. Тем более их в этом активно поддерживают коллеги из Совета Федерации. Боюсь, за океаном не все пользователи сети знают, где находится Украина. Но многие слышали про Крым и Севастополь, и замечательно, что все будут знать, что Крым и Севастополь находятся в России, патролила Киев-сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Крым.реалии. СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года. Радио Свобода, СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года.